Поезд Победы прибыл на Рязань-2 еще утром. Соответствующую атмосферу дополняет песня «День Победы», строки которой разносятся по всему вокзалу. Рядом с поездом железнодорожники раскрыли огромный российский флаг. Тоже своего рода символ. Полотно поделено на квадраты, в каждом из которых написаны имена. На белом – вернувшихся с фронта, на синим – пропавших без вести, на красном – погибших. Через этот символический флаг на экскурсию по поезду направился временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. Поезд Победы – это первый в мире передвижной иммерсивный музей. Здесь 12 вагонов, 10 из которых отведены под экспозиции. Стартовала экскурсия для Павла Малкова с первого вагона. Хронологически это момент начала Великой Отечественной войны. Дальше – самые основные ее этапы. Знакомые каждому человеку из учебников истории, но в реальности пробирающие до мурашек. Павел Малков оказался здесь впервые. На обзорной экскурсии останавливается у каждого экспоната, слушает истории. Вместе с гидом Сергеем Лукшой проходят через важные временные отрезки, тяготы и лишения боев к главному, последнему вагону Победы. Это последний вагон нашей экспозиции, тоже Победа, Дорога домой. Здесь у нас едут герои. Он посвящен Победе нашего народа. Компанию Павлу Малкову составил Валерий Танаев, начальник Московской железной дороги. Эту экскурсию они прошли вместе. И по заверениям Павла Малкова музей Поезд Победы ему понравился. И хорошо, что удалось посетить его именно в день железнодорожника. А вот Сергей Лукша сожалеет, что прошли весь путь без одной важной для погружения детали – наушников. Мы прошли с ним в обычном режиме. Прошли, к сожалению, без наушников. Надо сказать, что при посещении нашего поезда мы всем нашим гостям предлагаем воспользоваться оборудованием. Это наушники аудиогид. И у каждого нашего гостя звучит персональная история. История, начитанная Екатериной Гусевой. Ведется поисование от лица машиниста. И люди идут, слушают персонально каждую свою историю. Экскурсия для в Рио губернатора закончилась. Однако сам Поезд Победы будет работать до 7 августа на вокзале Рязань-2. Чтобы посетить его, билет покупать не нужно. Достаточно пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Продолжение следует...